Всем привет! С вами Сергей Прэйтпорт. И в руках у меня книга из вселенной Звездных Войн. Книга относится к легендам, но несмотря на это читать книгу увлекательно, она никак не противоречит фильмам, поэтому рекомендую, рекомендую всем фанатам. Автор Джеймс Лусена, автор известный, много книг написано, уже переведено на русский язык. Часть книг, которые уже изданы издательством Азбука, я вам про них уже рассказывал. Теперь вот расскажу и про эту. Называется она «Темный повелитель. Восход Дарта Вейтера». Несколько интересных фактов. Во-первых, когда автор писал эту книгу, он даже не думал, что такое будет название у этого романа. То есть он даже не собирался делать Дарта Вейтера основным персонажем, то, что вокруг него все будет вращаться. Но потом вот как-то появилось такое название, плюс он расширился, естественно, все, что связано с Дартом Вейтером, и в результате вот пришел, вот мы имеем такую книгу, которую я только что прочел. Естественно, раз восстановление Дарта Вейтера, здесь и будет про него. Основная такая линия, основной сюжетный ход, вообще ради чего стоит читать, здесь про то, как появлялся Дарт Вейтер. Какие, вот только-только его Дарт Сидиус привлек на темную сторону, только-только вот голову буквально вернули с Мустафа, помните, где он там был в жучащем состоянии. Вот, и здесь как раз рассказывается про то, как ему вот все это вживляли, как его всю эту маску одевали, что в этот момент, как ему это неудобно носить, как он себя чувствовал неуверенно, какие у него были мысли. Вообще, мы погрузимся в его мысли, мы будем видеть, о чем он задумывается, что он, собственно, собирается сделать, как он оправдывает свои поступки, как у него вот эта темная сторона захватывает постепенно его все больше и больше его мозг. И, в общем, в протяжении всей книги мы понимаем, как вот последние вот эти человеческие какие-то качества, они вот пропадают, и к концу книги он реально становится Дартом Вейтером. Вот он, человек, который все делает ради достижения своей цели, вот он полностью признал мощь темной стороны. Но, не зря я сделал такую оговорочку, говоря, что не только Дарт Вейтер является главным персонажем здесь, здесь главный персонаж, один из действующих персонажей, это Мастер-Жедай Шрайн. И, собственно, с его приключений начнется этот роман о том, как буквально за несколько часов до того, как император издаст свой знаменитый указ, приказывающий уничтожить джедаев, объявив их изгоем и так далее, вот буквально за несколько часов до этого начинается основное действие, и наш главный герой вместе с еще несколькими джедаями будут находиться, естественно, на задании, и вот здесь все катавасе и закрутится. Они смогут выжить, ну и потом вся книга, по сути, это будет вот бегство нашего джедая, он будет пытаться, как выживать, как связаться с оставшимися джедаями, выживали кто-то еще, как их найти. Естественно, за ними в погоню бросится даже тот же Дарт Вейтер, он будет считать, что он должен их все уничтожить, у него прям это будет навязчивая идея, мы постепенно там все трансформируем, опять же, за этим будем следить. И вот весь сюжет будет крутиться вокруг того, что нас, мастер джедая, пытается выжить, что-то организовать, понять, как что происходит, ну а Дарт Вейтер будет выполнять поручения Дарта Сидиуса, выполнять эти заказы, и он будет понимать, для чего это делает Дарт Сидиус, для того, чтобы полностью перешел его подчиненный в темную сторону, у него нет никаких сомнений, не осталось ничего человеческого, как говорится. Но не думайте, что это будет просто там боевичок какой-то, да, здесь будут приключения, за ним интересно следить, но действительно интересно смотреть за метаморфозой Дарта Вейтера, как у него все формируется. И вообще, мне понравилось, опять же, из интервью с Джеймсом Лойсена, он сказал, что он общался с человеком, которого зовут Кауфман. Кауфман, это человек, который носил костюм Дарта Вейтера для съемок, и когда делали всякие различные игры по Звездным Войнам, и, собственно, тот ему рассказал там тяжесть ношения костюма, как неудобно то-то и то-то, и вот одна из этих идей, собственно, и легла в основу этого романа, то есть, в основном, за это уцепился, ему захотелось показать, что Дарта Вейтера чувствует, как вот эти все, где была его мощь, во что он превратился, как вот он стал на искусственные там и руки и так далее, и вот как он все это переживал, как он все это борол, как ему сила в этом помогла или не помогла, темная сторона, вот это вот, вот это все замучится, все это будет там рассказываться, и это действительно было интересно читать. Те, кто хотят увидеть здесь любимых персонажей из вселенной, они здесь тоже будут появляться, в частности, здесь будет много действия, связанное с планетой Вуки, Кошиик, там вот все события тоже, третья или все же часть книги там будет происходить, вот там будет, естественно, Чубака, вот, плюс мы будем видеть и белый орган, его вот осмысление, что произошло, вообще, как это, что, как, вообще, тут все будет показываться, ключевые такие роли, будут показаны ключевые такие персонажи, которые вот осмысливают, что произошло, даже тот же Дарстидий Святолк первые шаги делает, вот, по управлению своей-то новой империей, вот, как он что там манипулирует, планирует, как он собирает вокруг себя персонажа. Здесь, кстати, появится и Таркин, здесь появится и Ц-3ПО, здесь появится Р-2Д-2, вот, ну, и еще несколько интересных персонажей. Но, в целом, опять же, роман получился добротный, читается он в лед очень хорошо, здесь нет каких-то, не знаю, даже провисающих вещей, все как-то гармонично, очень хорошо вплелось в общую каналу сюжета, и я получил удовольствие от этого романа. Хороший роман, вот, действительно, непроходящий, вот, я рекомендую ее читать всем фанатам, и вот, я получил удовольствие от погружения в мир «Звездных войн», хотя, казалось бы, взята тема, которая находится внутри этих фильмов, да, то есть, это событие здесь сразу после мести ситхов, но вот все равно как-то вот раскрылся персонаж чуть больше, да, что-то вот мне понравилось, там, какие-то вот вещи, постановления по всему, вот эти мысли даже персонажа того же Бейла Органа, как, что это все произошло, вот это был хороший ход, ну, и плюс, как вот, почему и как выжили некоторые джедаи. Ну, на этом все, мой обзор закончен, читайте хорошие книги, с вами был Сергей, проект «Пон», пока!